Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Мы представляем программу «Время говорить» обзор рязанских событий в изложении наших авторов. Коротко о главном на сегодня. Огонь, вода и перекрытая дорога. Рязанские спасатели провели супермасштабное учение в студенческом городке Рязанского медуниверситета. Профессий много, но прекрасней всех кино. Сегодня в России отмечают профессиональный праздник деятелей киноискусства. Брифинг недели заместитель председателя регионального правительства Шелукат Ахметов провел встречу с журналистами. А теперь перейдем к подробному изложению базовых тем информационной панорамы сегодняшнего дня и событий ему предшествовавших. Сегодня утром рязанцы, главным образом жители железнодорожного округа, только и говорили, что о могучих вечерних событиях в медгородке. Дело в том, что спасатели проводили учения по тушению пожара в общежитии Рязанского медуниверситета, да и размахнулись в этом деле так масштабно и привольно, по-русски, что пришлось даже перекрывать движение на восковольтной. Возможно, такое рвение брандмейстеры проявили еще и потому, что за ходом тренировки наблюдал непосредственный начальник регионального управления МЧС Сергей Филиппов. Выглядело все действие весьма эффектно. Восхищалась масштабной сценой Оксаны Тебенихина. Во вторник вечером в общежитии Рязанского медуниверситета раздался тревожный сигнал пожарной сирены. Недалеко от корпуса произошло возгорание автоцистерны, перевозящей горючее. Огонь перекинулся на здание. Студентов тут же эвакуировали. Одному из них потребовалась помощь медиков. Пожар разгорелся не на шутку. Улицу пришлось перекрыть до полной его локализации, на которую, кстати, ушло около 25 минут. Три пожарных расчета, оперативная машина со спецтехникой, две кареты скорой помощи. Все они принимали активное участие в тушении огня и спасении людей. К счастью, это были учения, хотя и весьма масштабные по рязанским меркам. Цели, я считаю, достигнуты. В целом, личный состав студентов медицинского университета обучены действием при пожаре. В ходе учений были отработаны методы взаимодействия различных структур жизнеобеспечения граждан. Подобные мероприятия до и во время учебного года будут проходить во многих образовательных учреждениях города и области. Огонь, пламя, гром и молния в медицинском университете – это первая и весьма эффектная ласточка вузовской противопожарной обороны. По указанию министра МЧС Владимира Пучкова, а также было заседание правительства Рязанской области Олег Иванович Ковалев поставил задачу, губернатор, провести тренировки в подразделениях учебных, школах, институтах. Единственная странность, которая поразила пару сотен очевидцев и участников учений – перекрытие движений весьма оживленный высоковольтный. Автолюбители довольно долго стояли в мощной пробке, аж со светофора на улице вокзальной. Кто-то банально не имел возможности вовремя попасть домой. Но все-таки это были образцово-показательные учения, а потому такой размах простителен. Тем более за их развитием наблюдал новый руководитель регионального управления МЧС. Вот, похоже, брандбистеры и слегка перестарались. Также темой для разговоров и суждений о врезании стали некоторые аспекты, озвученные на брифинге заместителем председателя правительства региона Шулкатом Ахметовым. Начальник рассказывал журналистам о работе по переселению рязанцев из аварийного жилищного фонда. Слушал и вникал в руководящие речи Глеб Галушкин. Программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья – одна из важнейших социальных задач, стоящих перед правительством Рязанской области. Об этом заявил зампредседатель регионального правительства Шулкат Ахметов. По его словам, для выполнения этих обязательств в период с 2013 по 2017 годы планируется направить около 3,5 миллиардов рублей, из которых большая часть – это средства из Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. За время действия этой программы в новые квартиры уже переехали почти полторы тысячи жителей области. Что касается стоимости, получение жилья гражданами, которые проживают в аварийном жилье, будет осуществляться по договору Мены. То есть он отдает муниципалитету старое жилье, взамен получает новое. Метр – метр. Но если у гражданина, который проживает в аварийном жилье, есть желание получить большую площадь, он имеет на это право. Но при условии, если он разницу доплатит за счет собственных средств. На брифинге зампредседателя регионального правительства Шулкат Ахметов сообщил и о государственной программе капитального ремонта домов. Он отметил, что эта программа капремонта рассчитана на 30 лет, а первые ремонтные работы кровли, фасадов и подъездов начнутся уже весной следующего года. Также высокопоставленный чиновник сообщил, что минимальный размер ежемесячных взносов с жителей установлен в сумме 6 рублей за квадратный метр. Теперь о празднике. Сегодня в России отмечается Национальный день кино. Декрет Совнаркома о национализации кинодела в молодой советской стране был издан 27 августа 1919 года. С тех пор и пошло дело. Про кино говорил и Ленин с тогдашним наркомпросом Анатолием Луначарским. В этой беседе была произнесена знаменитая фраза вождя мирового пролетариата о том, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. Не то, чтобы Ильич других искусств не уважал, просто речь тогда шла конкретно о кинематографе и его пропагандистских возможностях. Кстати, тогда же Вождь подчеркнул важность цензуры, сказав, что ленты контрреволюционные и безнравственные не должны иметь места, а что актуально и ныне, разве нет? А вообще, в России премьера первого национального художественного фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это была лента «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова настрежек». Эпизод жизни знаменитого душегубой разбойника с убиением ни в чем не повинной девушки-полонянки когда-то вдохновил народ на создание эпической песни, чуть ли не прославляющей событий, как символ загадочной русской души. Сейчас бы злодей Стенька получил бы пожизненные заключения за такие художества, а не многими ранее и вообще высшую меру социальной защиты, а вот в народе прославился как заступник. Добавим, что самый первый отечественный блокбастер длился минут семь, а до нас дошел в плохом качестве, но сейчас пребывает в истории в оцифрованной версии. Первый полнометражный проект, вошедший в историю мирового кинематографа, снял в революционном 1926 году Сергей Эйзенштейн. Тоже, кстати, сюжет был взят по нашим временам сомнительный, как черноморские матросы в 1905-м подняли кровавый бунт на боевом корабле из-за некачественного мяса в супе. А вот про подвиг крейсера «Варяга», героически погибшего в битве с японской эскадрой вблизи порта Чемульпо в 1904-м, кино сняли гораздо позже, уже после Великой Отечественной. Нахануне сегодняшнего дня кино в Рязани прошло торжественное закрытие вторых торковских чтений и творческой встречи со знаменитым режиссером-мультипликатором Юрием Норштейном. В камерном зале Рязанской филармонии состоялась церемония подведения итогов интернет-конкурса «Океан Солярис. Острова памяти». Проект был заявлен организаторами как духовно-интеллектуальный и культурно-просветительский. Мы ходили на показы, были встроены еще в течение всего конкурса вечера, посвященную Тарковскому. Мы смотрели его фильмы, обсуждали, то есть было интересно. Конкурс, проводимый в рамках вторых торковских чтений по теории и практике киноискусства, стартовал 4 апреля, в день рождения режиссера, и проходил по четырем номинациям. Прислать работы, которые оценивала профессиональная жюри, могли все желающие. А чтобы участники могли полнее воплотить задуманное, организаторы сняли все возрастные и жанровые ограничения. На конкурс поступило 60 работ. Награды призером конкурса вручил народный артист Российской Федерации Юрий Норштейн, создатель легендарного «Ежика в тумане». Здесь, на Лизанской земле, прежде чем организовались торговские чтения, должны организоваться просвещенные люди. И самое важное – просвещенные люди в руководстве. Потому что, вы не понимаете, какое это имеет значение, когда общество, публика знают, что вот эти люди, которые руководят таким-то, таким-то отдельным объединением, что они люди читающие, просвещенные, образованные, пребывают в пространстве искусства, и тогда атмосфера меняется. В ходе творческой встречи Юрий Норштейн представил рязанцам свои работы и прокомментировал их. Памятные дипломы и подарки участники конкурса получат во вторник, 2 сентября, в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества. Сегодня состоялось заседание первой осенней сессии Рязанской областной думы. Открывали встречу под звуки национального гимна, о чем шла речь в репортаже парламентского корреспондента Глеба Галушкина. На первом заседании осенней сессии депутаты Рязанской областной думы рассмотрели более десятка вопросов. Активное обсуждение парламентария вызвал закон об изменениях в региональном бюджете на 2014 год и плановые 2015 и 2016 годы. Дело в том, что из федерального бюджета поступили средства в размере около миллиарда рублей. Пойдут они, конечно, на различные цели. Однако значительные суммы будут непременно направлены на поддержку и развитие агропромышленного комплекса региона. По программе развития агропромышленного комплекса 75 миллионов рублей пришлось федерального бюджета. И они направлены на компенсацию части процентной ставки для товаропроизводителей, которые взяли краткосрочные кредиты и использовали их на развитие растеневодства. Также 132 миллиона рублей это субсидирование наших товаропроизводителей, которые занимаются производством и, соответственно, реализацией молока. Кроме того, 127 миллионов рублей выделено на государственную программу устойчивого развития сельских территорий. Эти деньги пойдут на строительство социальной и инженерной инфраструктуры на селе. Еще 64 миллиона выделено на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности. Помимо этого, депутаты на заседании обсудили и проголосовали за установление прожиточного минимума пенсионера в Рязанской области на 2015 год. И теперь величина этого минимума составит 6341 рубль, что на 201 рубль больше, чем в 2014 году. И еще депутаты облдумы приняли закон о пчеловодстве, в котором отныне четко прописаны все нормы и положения, касающиеся рязанских пасечников. И еще о масштабном сегодняшнем мероприятии, даже о двух сразу стоит поговорить. Сегодня в зале Горьковской библиотеки прошло областное освещение работников образования. На региональном педсовете обсуждались современные подходы к управлению качеством образования. Чуть менее масштабный, но не менее важный разговор проходил и в зале Рязанского муниципалитета, где обсуждали аспекты городского праздника «Волшебная страна знаний». Обо всем сразу рассказывает Оксана Тебенихина. В Рязани полным ходом идет подготовка к новому учебному году. Например, в течение трех последних дней проходит областной педагогический совет. Сегодня в библиотеке имени Горького состоялось торжественное награждение настоящих героев педагогической деятельности. Государственные награды труженикам вручал губернатор Олег Ковалев. Он же в преддверии Дня знаний дал учителям наставления, которые касаются наиболее важных и актуальных на сегодняшний день вопросов. События, происходящие на Украине, живой пример того, каким катастрофическим последствиям приводит к сознательному искажению истории, передергиванию очевидных факторов этой истории, в том числе и в лучшем учебнике. Сейчас необходимо приложить все усилия, чтобы дети с Украины максимально быстро прошли период социальной адаптации. Это был последний материал сегодняшней программы, а нашу информационную линейку продолжает Олеся Харлина в проекте подробности. Сегодня в студии она ждет Екатерину Тимохину, регионального руководителя программы развития молодежного предпринимательства, которая и так и называется «Ты предприниматель». А мы расстаемся с вами. До завтра. Всем удачи! Редактор субтитров А.Семкин